так всем доброго утра дорогой народ вы знаете единственное обещание в этой жизни который я нарушала это обещание отдохнуть утром не получается у меня не получается потому что этот год он настолько насыщенный как вам объяснить этот год для кого-то последний для кого-то очень трагичные а для меня это подъемный год и год взлета и он настолько насыщенным не столько идет информации все это вытаскиваю пересматриваю начинаю вот эти все свои старые работы смотреть и прочее прочее настолько много информации у меня просто ну вот катастрофически не хватает времени чтобы это все показать я не могу отдохнуть мне не дается но я не знаю возможно ли меня понять поймет ли кто-либо но я думаю что у меня поймут люди которые занимаются скажем своим делом своим творчеством люди которые может быть создают моделируют и не знаю пишут картины да вот настолько много информации в этом году столько будет идти таким творческим людям что у них в этом году именно покоя не будет хорошем понимании этого слова это год создания в этом году вы столько создадите знаете такое есть выражение один летний день всю зиму кормит да вот вот этот год можно сказать вас 45 лет еще прокормит настолько много вы в этом году создадите очень много и это я делаю не по своему желанию не за жадность и алчности я по сути гублю свое здоровье доброе утро я по сути свое свое здоровье где-то до калечу можно сказать потому что нет спокойствие не могу отдохнуть но в любом случае я понимаю что мне дают значит я должна делать я не могу вот как вам объяснить вот как у наркомана ломка бывает вот пока он не примет эту дозу он он не может найти спокойствие вот вот это вот сила внутри меня эти знания они меня вот просто ломает изнутри жрут пока я это не выдам не отдам вам я не могу успокоиться она мне не дает отдохнуть поэтому я должна вам объяснить эту чистку дорогие друзья я хочу прямом эфире потому что объяснить столько всего нужно что одним роликом просто снять ролик я не укладываюсь мне нужно очень подробно объяснить потому что это очень сильная работа вы должны к этому подходить очень осознанно пока давайте лайки дизлайки отключу потому что всякая там падла с утра не спит еще начнут знаете увидит что это важные ролики начнут поганить специально чтобы я не могла до вас донести там у меня на зарядке стоит пойду я отключу и подойду к вам если можно а так друзья мои значит этот ритуал этот метод этот метод просто стар как мир этот метод пришел из древнего вавилона если уж по-честному да я сейчас кое-что отмечу мне на днях еще нужно будет это может быть ближайшее время сейчас я напишу ой около маны хожу прямо иду в кафе сажусь книги у меня все одна женщина подходит девушка можно вас спросить я говорю слушаю вас а вы это ревизер там проверяющий какой проверяющий но я все время вижу вы приходите там в любой кафе садитесь и вытаскиваете книги я нет это я себя ревизирую не переживайте а то я вот это подумала то есть люди приходят туда знаете женщины приходит каких-то мужиков завлекать кто-то приходит просто кушать а я прихожу чтобы сесть что-нибудь написать у меня поход на полевые книги теней уже полные все вот уже собственно люди уже начали смотреть на меня как так косо хотя очень многие меня уже узнают очень многие если честно и в торговом центре я не ожидала потому что я все-таки постоянно лицо не показываю мне дам я больше концентрирован на работах и прочее прочее вот ложитесь спите или на ничего страшного утром увидите не надо свой сон прерывать и узнают да я я не ожидала потому что еще раз говорю что ну я человек не не сценический образ чтоб меня сразу увидели поэтому я не думала что мне так быстро будут узнавать узнают люди как-то они узнают но не только по лицу вот что-то как-то они узнают меня одним словом так сейчас секунду напишу да что ты надо поехать это уже ручки нормальные взять я не люблю печатать я должна написать чтобы моя энергия передалась сегодня наверное выйду куда-нибудь поеду по делам ой люди добрые ну ладно все сколько есть есть пойму я так этот метод очень древний хотя работа моя я долго думала может рано еще народу это дать но я вас предупреждаю во-первых эту чистку вот именно эту чистку делать тем людям которые с которыми либо я работала или работаю тем людям которые давно на моем канале по крайней мере поняли все сломя голову не бегите сразу делать сильные чистки начните показ более таких легких вариантов потому что не всем дано право ваша энергия должна привыкнуть к моим работам чтобы уже трогать такие сильнейшие работы во первых вода в емкости нужно отдельный стакан воды я вам объясню почему когда имеете дело с огнем имейте дело с воском имейте дело с литийом воска чё это было то господи воск накопнул держите всегда на готове отдельные вот с бокал или стакан воды на всякий случай потому что с огнем когда работаете все что угодно может быть понимаете чем чем страшнее сильнее на вас наведено тем больше может быть спасибо ли тем больше может быть агрессии огня и она схватиться не успеете потушить такие моменты были у людей слава богам не доходило до пожара не дошло бы все равно испугались поэтому всегда пусть рядом с вами будет вода не ставьте алтари там где занавески там где мебель пусть алтари у вас будут посреди комнаты это безопаснее потому что огонь она не возьмется понимаете огонь обычно берется по стенам ползает здесь она вот посредине тут же вылили и потушили следующий момент значит соль сыпайте и берите емкость желательно ну вот такую металлическую чугунную не пластмасса и керамику можно конечно хотя керамика может лопнуть понимаете вот что то такое да 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 поэтому и говорю она настолько сильная что обезопасить себя на всякий случай это не шутки это не шутки это не просто зажигать воска это вы снимаете такую злую энергию себя что она может и стрелять она как фейерверк иногда как пенгальские огни иногда свечи понимаете прям улетает все по комнате свечи три восковые свечи желательно такие хорошие белый воск то есть желтый воск обычный воск литье воском воск это сила земли потому что пчелы собирают нектар со всех цветков до следовательно соединяется сила земли соединяется сила вселенной соединяется сила трав энергия мироздания и так далее так далее поэтому воск испокон веков считался одним из средств там очищение порчи дорогие друзья но я не люблю кустарное литье воском понимаете кустарный метод лить воском это скажем так не совсем эффективно вот просто лить воском там лейся там очищаю во имя отца и сына и так далее так далее это так слегка вот сверху снять знаете как поверхностно сверху снимается вот это вот самое такое слегка снимается поэтому многие такие великие мастера в кавычках которые значит льют воск они помогают на время на время вроде становится легче человеку вроде спокойно становится вроде чувствуете уже лучше даже дела могут пойти хорошо там полмесяца с чем-то потом опять начинается потому что вот просто лить воск очень мало вероятности снять основное нужно еще очень сильные слова очень сильное обращение и очень сильный метод что мы сегодня с вами сделаем я покажу вам как очищая себя убирая воском себя все что на вас наведено дорогие друзья увидеть образ врага и действия которые против вас делают вы удивитесь просто вы будете шокированы насколько знакомые лица вам вылезут из воска вот вы увидите знакомые лица людей это первое второе вы удивитесь увидев сцену что на вас наводили и что было у некоторых людей выходил глаз это значит глазит кто-то это значит зависть это значит сплетни это значит посылы нехорошие у кого-то выходил крест и могила прям натурально мне отправляла одна женщина крест могила и значит женщина согнувшись что-то там хоронит вот прям вот фигура женщины и она ага обалдела она говорит я ее узнала потому что рядом женщины вот трость лежала вот так трость то есть палка тросик она говорит это это наша с ну в общем там дядина жена с которой у них там разногласий были после смерти дяди значит они дядя переписал на них этот дом с условием что они там будут жить и так далее в общем у них целая история была и она резко заболела она заболела мать заболела и когда она это сняла значит вот и женщина согнувшись могила что-то хоронит и тросик лежит вот палка она говорит это ну я йогат узнала это люба я говорит ей утром пишу ну что люба хорошо ты меня похоронила мои фотографии говорит там час-два тишина потом пишет ты что сука там стояла что ли она когда год я описала как она ну это делала она говорит то обалдела ну сначала наверное переваривал думала к откуда она узнала потому что учетом стояла что ли следующий момент значит женщина у которой постоянно были было был ведь выкидыш и она долгое время не могла понять почему это происходит мы с ней это провели теперь я объясняю это может провести и практик человеку если у человека нет еще столько сделанных ритуалов почему я объясняю не бегите те которые там недели две увидели мой канал не бегите делать эти ритуалы начните за других потому что этот ритуал он очень серьезный он очень сильный понимаете меня или нет что я вам говорю поэтому это делают практике тем кто понятия не имеет о магии кто боится делают каким образом фотографии человека ставится и льется для человека воск и на него делается тогда показывают значит врага этого человека если вы для своего врага хотите своего врага увидеть то это эти люди должны хотя бы год с чем-то год быть на моем канале делать чистки это должны быть люди с которым я работаю этот значит ритуал не делайте чаще одного раза в месяц когда уже воск будет проявляться вот но никакой там просто какой-то обычный просто поверхность воска все когда воск уже будет светлее значит это все ушло первый день вашего врага покажут покажут что на вас делают вторую ночь вы будете делать это просто будет очищение третью ночь это будет укрепление всего то есть заканчивать итог три ночи к ряду второй вторую ночь и третью ночь никакого внимания на это не обращайте потому что это уже ни о чем это просто чистится но первую первую ночь первую первую вот сейчас мне так даже интересно посмотрите на своих врагов посмотрим насколько оно ну мы поймем что там делается да у меня это делать никто не сможет может делает но до меня то не дойдет это понятно делает дураку значит но понять кто на вас колдует или колдует ли вообще или просто ненавидит или может быть вы даже увидите похоже на своих родителей если увидите похоже на своих родителей это родовое проклятие как правило это родительское проклятие понимаете как но люди были шокированы когда видели очень схожие профили родственников и хотя они в это не верили но это было так дальше после того как она проявится ее нужно сжигать жечь вот здесь солью потом насыпать черную материю завязать узлом в летнее время похоронить зимнее время просто оставить под значит деревом оставить нужно сотку по 6 монет водка говорить от купаюсь просто и уходить теперь смотрите что надо делать берете три свечи и катаете вот так вот вот по этим местам где у вас артерии то есть сердце вот здесь находятся все линии все идущие волны то есть здесь линии судьбы иду человека вот вот сюда по двум рукам катаете вот так значит ну можете по очереди свечи если мешает вот так вот катать просто скатывать вот так по линиям судьбы вот сюда вот сюда вот так катать немного чтобы она впиталась вашей энергии потом далее вот так вот делаем я же говорю мне не хватит просто одного ролика вам объяснить поэтому естественно мне пришлось сделать прямой эфир нормально все ничего тут такого значит вот так вот делаем вот когда вот это все сделали берете эти все три свечи зажигаете просто и крутите в против часовой стрелы вокруг своей головы и говорите что было тайной то стало явной что у было тайной то стало явным что сокрыта отныне открыто и мне покажется. Что сокрыто отныне открыто и мне покажется. Что сокрыто отныне открыто и мне покажется. Вот так вот. Значит, вот так надо потушить в воздухе. Вот. И положить рядом. Всё. Вы эти свечи уже пропитали своей энергией, прокрутили вокруг своей энергии и начинаете действовать берете одну свечу и читайте один раз пока свеча капает просто читайте пока она капает то есть полностью даже если вы закончите прочитать прокапать ее насколько возможно вот до этого места пока руку не начнут сжигать так начнем зажигаем видите не хочет когда тухнет ничего страшного капайте снова это не страшно льется воск выливается всякое зло с меня сливается смывается извиняюсь всякое скверно очищается судьба моя обновляется выйди скверно воском выливайся тело и душа моя освобождайся очищайся обновляйся выйди из очей выйди из алой крови из белого тела из сердца из рук и ног из печени и живота воском скверно выливайся тело и душа моя очищайся воск выливайся огонь огонь извивайся через воск все зло что мне наведено снимайся а восковой силе зло и злодей отражайся враг мой покажись крадущее зло подселенное и переложенное отразись воски действие колдовское мне покажись кто бы не навел лицо чужое или родное что было на мне воск теперь уйди а врага моего и дела его мне покажи впитайся воск зло тайное раскройся и лицо врага предо мной откройся и выливаем одну свечу прям рука болит вот как ни странно вот таких вот работах начинает болеть рука как будто тяжесть уходит из рук прям знаете как будто виснет кто-то на руке спокойно вы просто выливайте воск и не надо никуда крутить ничего там вертеть никакие рисунки рисовать вы просто значит выливайте видите как почернело воск вообще сам по себе чернеть не должен и коптиться тоже не должен если конечно он например плохого качества можно сказать но с другой стороны дорогие друзья даже плохого качества воск он в любом случае желтый до надо вылить практически полностью насколько возможно эти палочки туда не суем эти палочки отдельно когда потухает воск то есть его просто отдельно ложим что потом вынести вы не сильно опоздали ничего страшного недавно начали очень сильно облегчение потому что здесь полностью очищается более того вы вытаскиваете себя эту силу врага вытаскиваете все что вам наведено и это уничтожаете понимаете в чем дело не просто поверхностно почистили чуть-чуть энергию и легче стало агрессивный огонь конечно ну да ладно все вот это вот сюда отдельно берем вторую свечу начинаем читать так давай давай выливайся раз уж начал но потом очень хорошее облегчение и это очень очень сильная чистка еще раз говорю те которые недавно знакомы с моим каналом даже думать не смейте это трогать это делают либо практики либо люди которые очень давно уже делали эти чистки и их энергия привыкла к этому льется воск выливается всякое зло с меня смывается всякое скверно очищается судьба моя обновляется выйди скверно воском выливайся тело и душа моя очищайся выйди из очей выйди из плоти и крови из белого тела и сердца из рук и ног из печени и живота воском скверно выливается тело и душа моя очищаются воск выливайся огонь извивайся через воск все зло что мне наведено снимайся восковой силе зло и злодеи отражайся враг покажись крадущие зло подселенные и переложенные отразись воски действие колдовской мне покажись кто бы не не навел чужое или родное чтобы на мне что было на мне в воските воск теперь уйди и врага моего и дела его мне покажи впитайся в воск зло тайный раскрой лицо врага предо мной открой видите вторая свеча не так агрессивно как первая была она тоже агрессивно но она не так агрессивно как первая была первая вообще до черноты это говорит о том что поверхностная чернота снимается потом начинается следующий ольга шпакова вы слышали меня или не не слышали вот второе да второе уже более желтая пожалуйста это та же самая свеча да тоже качество которое было скажем так пожалуйста она тоже темнеет она тоже агрессивно но не так сильно третье будет еще тише и вот так три ночи к ряду пока полностью это с не снимите люди у которых например не срабатывает такие чистки такие такие могут сработать восковые очень сильно и хорошо потому что восковая чистка в принципе подходит к любой энергии но если вы второй год но второй год просто сидеть это одно а второй год пользоваться работами это другое понимаете я ясно четко сказала кто хотя бы год делал кому же помогали эти чистки и другие работы у кого уже энергия к этому привыкла тебе берите делайте мы сейчас не обсуждаем кто какой кто чего так выливаем следующий воск иногда выходят даже буквы понимаете иногда выходят даже буквы определенные так вот смотрите так вот потом мы закрываем вот так вот сейчас мы срабатываем все и все это сделать и вот так вот видите то что я делаю вот так вот так вот так вот в Так. Ольга Киселева, вы в чёрном списке. До свидания. Эту херню можете пойти. Там во снах какие-то магистры вам чего говорят, напишите в другом месте. Здесь бред не должен быть. Магия – это не бредятина. Магия – это естественная наука. Так. И третья. Берём. Третья свеча. Начинаем говорить. Лёдся, воск. Выливается. Всякое зло с меня смывается. Всякое скверно очищайся. Судьба моя обновляйся. Выйди скверно воском. Выливайся. Тело и душа моя очищайся. Выйди из очей. Выйди из алой крови. Выйди из белого тела. Выйди из сердца. Из рук и ног. Из печени и живота. Воском скверно выливайся. Тело и душа моя очищайся. Воск выливайся. Огонь извивайся. Через воск всё зло, что мне наведено. Снимайся. А в восковой силе зло и злодей отражайся. Враг мой, покажись. Крадущее зло, подселённые и переложенные, отразись воски. Действие колдовское мне покажись. Кто бы ни навёл лицо, чужое или родное. Что было на мне, воски теперь? Воск теперь уйди. И врага моего, и дела его мне покажи. Впитайся, воск, зло. Тайные раскрой. И лицо врага предо мной открой. Капаем третий раз. Чего? Кто ты такая, чтобы воском работать? Татьяна Богданова. Работает она с воском давно. Ты кто вообще? Что значит я работаю с воском? Работают с воском практики. А вы просто делаете, очищаете, берёте у них работы с их разрешения и пользуетесь. Поняла? Слово работаю и пользуюсь разные вещи. Больше не смей это слово говорить. Работаю с воском. Ты с воском работать не можешь. Рот мне не открывайте, иначе я вам скажу пару ласковых. Ой, блядь. Луна Венеры пошла нахер отсюда. Помогаешь людям? Иди нахуй отсюда. Людям она помогает. Ты себе помоги, овца. Пришла у меня, спрашиваешь. Можно я воском что-то сделаю? Та, кто помогает людям, знает столько законов магии, столько законов мироздания. Никогда в жизни такую хуйню мне не спросит. Можно я что-то там сделаю? Пришли, блядь, могуйки, помогающие людям, воском работающие. Идите нахер отсюда. Раздражайте меня уже, твари. Достали, блядь, эти аферюги полуграмотные с этих кукуевских, хуевских районов. Пойдут народ дурить. Можно я буду делать? Да ни один практик не будет. Такие вещи у меня спрашивают. Никогда в жизни. Идите лесом. Твари аферистические. Потом удивляются, что у них в жизни происходит. Помогает она людям. Себе помоги. Для начала. Идите, гавкайте, потому что я плохая. Да мне срать, абсолютно. Так, все. Какая-то тоже есть. Какая-то Шварц или как там у нее фамилия. Тоже чумового тупорылого из какого-то кукуевского. Ой, пришли ко мне люди, спрашивают. Там какие-то ритуалы делали. Какой-то Хусроевой. Хочется спросить, а ты кто вообще такая? Понимаете, какие люди вот так идут? Я вам объясню. Чумошные натуры. Мне сегодня одна такая написала. Ой, я вот почитала. Вот там это написали. Там отзывы, чтобы грубо испугалась сначала. Потом. Вот такие мрази идут. Сначала пойдут. А тебе всякое говно скажут. Тут, там, понимаете. А потом приходят, начинают делать. У них срабатывают. И они считают, что это нормально. Вот вчера пошли оболгали человека. Там облаяли. Нормально все. А теперь пришла. Ой, вы знаете, теперь я хочу с вами дружить. И вот такие вот мрази идут по форуму. Вот такое напишут. И не несут ответственность за сказанные слова. И думают, что это нормально. Ой, вот я вот посмотрела. Шуганутые какие-то. Знаете, напуганные, шуганутые чмошницы. Так, теперь давайте-ка глянем, что у нас тут вылезло. Значит так, смотрите сюда. Мужчина. Да, они будут умирать все. Особенно те, кто на меня тявкал. Дайте себе чмошницы. Смотрите. Значит, человек. Вот с этой вот мотыгой или что там. Это знаете как? Это как рыть что-то. Значит, да, с ножом, мотыгой, чем-то таким. Дальше. Надо же ж. Кто-то что-то пытался сделать, однако. Смешно. Реально смех. Так, вот давайте вот так посмотрим. Значит, похоже на ворона. Дохлого. Что еще? Могила. Если перевернуть. И все же вот так оно было. Так и смотрим. Смотрите. Да. Слушайте, я не говорю, что мне кто-то что-то сделает. Будьте так любезны хотя бы понять, о чем идет речь. Пытаться кому-то сделать или делать разные вещи. Понимаете или нет? Значит, четыре человека. Это четверка. Смотрите, компания людей. Раз, два, три, четыре. Видите? Четыре. Значит, это толстая баба. Толстая женщина. Которая что-то там где-то закапывала в надежде на то, что что-то там может быть получится. Это толстая женщина. Значит, нож. Это можно понять что-то. Либо откуп. Либо, может, фотографии. Ну, в общем, в руке. И вот это закапывание. Вот это вот черное внизу. Это могила. Теперь смотрите. Значит, надгробные камни я вам показываю. Смотрите, вот оно. Одно надгробие. Второе надгробие. Что здесь на зародыш похоже, да? То есть, то, что было начато, но не получилось. То есть, дальше зародыша не пошло. Но этот человек сам себе навредил. Наверняка навредил. Потому что у него, смотрите, расплывается все. Это значит, что у него... То есть, он, пытаясь делать мне что-либо, сам себе навредил. Понимаете? Дальше смотрите. Компании людей, видите, сидят. Вот посмотрите просто. Показываю. Раз, два, три, четыре человека. А здесь цифра какая? Четыре. Четыре человека, которые собрались в компании и кого-то попросили что-то там сделать. Дальше. Значит, смотрите, дорогие друзья. Крыса. Крыса, если у вас выходит, это бывший друг. То есть, это тот, который пытается навредить. Это не обязательно порчей навредить. Здесь же не только выходит тот, кто порчу наводит. Здесь выходит человек, который вообще хочет вашего падения, пытается вам навредить. Крыса. Крыса это бывший друг. Вот он, вот, крыса с хвостом. Значит, далее. Кое-что еще выходит, что показывает пол этого человека. Бывший друг женщины или мужчина. Пол этого человека. Не напоминает мужской член? Извините за выражение, конечно. Вот он. Это говорит о том, что это мужчина пытается сделать, а не женщина. Вот. Дальше. Но попросили сделать женщине. Женщине. Дальше хочу сказать. Эта женщина не русская. Не русская, потому что у нее, вот, смотрите, прическа и платок. Скорее всего, она либо мусульманка, либо у нее, ну, происхождение, скажем, мусульманское. Да, неважно, какой она религии придерживается, но происхождение по отцу хотя бы, это человек-мусульманка. Вот. Платок. Закрытость. Далее. Смотрите. Значит. Вот. Вот здесь, видите, оно как могила, добрый-то. Как могила показана, но здесь дырявая, вот дырка, дыра. То есть яма. Что говорит о том, что человек, который пытался это сделать, заболел. То есть сам упал в эту яму. Вот она, яма. Дальше. Смотрим. То есть, смотрите, что выходит. Кто пытается... Кто хочет моего падения? Это компания людей. Один, два, три, четыре сидят. Видите? Люди сидят. Это толстая женщина, у которой в руке показывается даже вот этот вот нож. То есть говорит о том, что человек ходила, закапывала. Вы будете удивлены, просто шокированы. Если тот человек сейчас это посмотрит, она обосрется. Потому что это настолько четко показывается, что делал человек. Понимаете? Давайте вы не будете мне сейчас вот эти подсказки. Цыганка она или кто? Я уже сказала, кто она. Я не нуждаюсь в ваших подсказках. Хорошо? Я вообще не нуждаюсь ни в чьих подсказках. У меня очень хорошо включено вот это зрение и видение. Я вам говорю, молча сидим, слушаем. Это я показываю для того, чтобы если у вас это выйдет, причем мне стало очень сейчас легко, если у вас это выйдет, это не обязательно, чтобы это было колдовство или порча, или еще что-нибудь, понимаете? Это может быть просто попытка людей, например, ну, испачкать твое имя, попытка людей там, скажем, подставить тебя, все что угодно. То есть один человек, кто это? Это много людей. Но это не имеет значения. После того, как вы это нейтрализуете, когда вы сожжете и сделаете кое-что, эти люди, если получили один раз, они сейчас получат еще больше. Еще больше. Так. Вот здесь то же самое происходит, собственно говоря. Вот здесь еще лучше и четче видно. Смотрите. Вот. Женщины, мужчины, компания, людей. И кое-кто, кого они направили, кого попросили. Здесь на фотографию не похоже на фотокарточку. Смотрите, вот так вот. Если так посмотреть, как в руке фотокарточка и нож. А это могила. Увидели? Это говорит о том, что кто-то пытался что-то сделать. Пытался. Это можно сказать смешно, но пытался. То есть кто-то рискнул. У кого-то оказалась нехватка мозгов. И кто-то это сделал. Понятное дело получилось, не получилось, не получилось, не имеет значения. Это можно еще понять как книгу. Книгу теней, понимаете? Можно понять еще как книгу. Значит, человек поднял нож над головой, да? Значит, читает по книге заклинания, чтобы закопать фотографию. Вот она. И кто надоумил на это всю тупость? Вот эти. Понимаете? Вот, дорогие друзья, собственно говоря. Это возможно расшифровать. В каком месте на полынь похоже? Вот в каком месте? В каком месте вы эту полынь увидели здесь? Кто она такая? Она боится порчи и прочего, как огня. Она понятия не имеет, что это такое и как это наводить. Полынь вообще ноль без палки. Забудьте про нее. Здесь тоже наводящие на меня ноль без палки. Потому что нормальный человек, разумный, если у него есть вообще капля мозга. И когда в жизни на ведьму не замахнется. Только дура это может сделать. Дура себе во вред. Итак. Здесь нет ведьмы. Здесь есть дилетант. Человек, который хочет ею быть. Но здесь ведьмы не показаны. Ведьмы показаны совершенно по-другому. Итак. Не столь важно, кто чего. Вот когда ты это снимаешь, потом еще больше выявляется. Но дело в том, что те, которые это делали, те, которые действительно это провели, услышав это, будут в шоке. Они, естественно, будут в ужасе. Вот точно так же вы увидите воски своих, очень может быть, даже лица близких. И узнайте их. Иногда даже выходят, знаете как, дом, очень похожий на дом недруга. Человек сидит, думает, а кто, кто, из какого дома мне такая ненависть или что, кто мне пытается подставить, кто пытается там какие-то доносы пишет на меня или звонит. И все такое. И вдруг вспоминает, что есть вот какие-то такие вот дома, то есть вот такой дом, такого похожего. И она узнает. Вот, вот, вот этот дом. То есть человек узнал этот дом и понял, с какого дома кто вредит, кто пытается, ну, навредить, кто пытается сделать подлость. И уже осторожничает, понимаете, уже понимает, нейтрализует. Теперь, вот мы сняли с себя, мы увидели врагов, мы поняли, кто это может сделать примерно, какого пола, что и так далее. Слушайте, про крысу мы уже говорили, Олеся. Уже говорили про крысу, сейчас не надо мне писать ничего. Мы уже 20 минут обсуждаем полностью. Я уже все эти фигуры людям показала и объяснила. Вы Америку не открыли. Теперь вот это берем. Мы сняли себя со своего тела, души, подсознания, со своей энергии. Мы сняли эту черноту, наведенную этими людьми. Да? Теперь вот это все надо нейтрализовать. Значит, смотрите, дорогие друзья. Вот так. Можете вот так вот этот воск. Ничего с этого не будет. Таким вот образом. Чтобы зажигать. Значит, вот так. Нажимаем. И начинаем сжигать его. Не обязательно, чтобы она прям сильно сгорела. Можете знать и даже как сделать. Можете вот таким образом. Значит, читаем его, сжигая. Сейчас мне неудобно просто. Я постараюсь это делать. Но потом сверху, когда она начинает таять над солью. Сила юга, запада, востока и севера, сила тьмы и света, древо богов и древо дьявола. Я имею право на праведную месть. И право священной мести мне позволяет Твое зло тебе вернуть. Сгори и испепелись. Пропади. Накажись. Что мне навел, себе получай. Во имя вселенской справедливости это будет так. Еще раз. Такая чистка открывает жизненные пути, открывает финансовые дороги. Его нужно периодически повторять. Если у вас много врагов, вы сами понимаете, что мы живем в такое время. Если бы мы жили на два века назад, я бы вам не сказала столько делать чисток. Но поскольку люди просто настолько озверели, настолько уже отупели, настолько уже загрязнились, что вот хуже некуда. Поэтому чистки надо делать часто. Основные чистки может сделать ведьма, вам открыть, это все устранить. А потом постоянно вы это поддерживаете для того, чтобы очищать, очищать себя от злых и конченых людей. Следите за тем, чтобы она растаяла. Потом оттуда выскребите, сколько сможете, и выкиньте. Итак, сила юга, запада, востока и севера, силы тьмы и света, древо богов и древо дьявола. Я имею право на праведную месть. И право священной мести мне позволяет твое зло тебе вернуть. Сгори и испепелись. Пропади, накажись, что мне навел себе получай. Во имя вселенской справедливости да будет так. И еще раз. Сила юга, запада и востока, севера, силы тьмы и света, древо богов и древо дьявола. Я имею право на праведную месть. И право священной мести мне позволяет твое зло тебе вернуть. Сгори и испепелись. Пропади, накажись, что мне навел себе получай. Во имя вселенской справедливости да будет так. Ну, вот так вот старайтесь сделать. Если вы хотите, чтобы ваши враги ответили за все авариями, болезнями, чуть ли не смертями, катастрофами, то вот все, что я вам сказала положить под дерево, вы должны отнести и положить под дерево на кладбище, под любое дерево. Можно даже под любое, ну, дерево, которое растет на любой могиле. Но желательно, если это дерево будет нейтрально и будет на перекрестке, тогда сработает лучше. Если хотите, чтобы они просто получили нищету, безденежье, получили просто вражду, получили грызню, нервотрепку, тогда оставьте под, значит, деревом обычным. Но, хочу вам сказать, что это тоже, знаете, не факт. Вы можете под обычным деревом оставить, и они могут аварий получить, все что угодно. Насколько сильно делали, настолько сильно получат. Но, если вы оставите под дерево на кладбище, вот тогда это будет нечто. И кто бы не был ваш враг, хоть прокурор генеральный и прочее, прочее, поверьте мне, он уйдет. У него будут такие проблемы. Вы знаете, недавно мне человек сказал, вы знаете, Инга, ну, я, говорит, сижу, делаю кое-что и думаю, а ведь ведьмы правят миром. Им не нужно ни на экран выйти, не как полынь там ходить на какие-то симпозиумы, хри-знай, какую-то хрень организовывать, какие-то мероприятия, какие-то, наверное, уже и так тухнет, уже никому не интересно. Ведьмы правят миром, потому что мои работы помогли ей помочь людям выиграть суд. и она сказала, я вот, говорит, сижу и понимаю, вот так и правят миром. И ведь этот судья, этот прокурор, никто из них даже не догадывается, с какой стати они взяли и оправдали этого человека. Понимаешь, они это сделали, все обстоятельства так сложились. Они думают, что они сильные мира сего, и они не понимают, что кто-то, сидя, делая этот ритуал, просто управляет их мозгом и сознанием. Вот так и правят миром ведьмы, дорогие друзья. Когда я вам говорю, ведьмам нафиг не нужна ни политика, поверьте, что я даже не знаю, кто у нас новый премьер-министр России. Это меня не интересует вообще совершенно. Я абсолютно в своих делах, я настолько неуязвима и настолько я знаю хорошо, что мне никогда никто ничего не сделает, потому что я правлю той обстановкой, которая вокруг меня. Вот так ведьмы и правят миром. Они правят миром, руками великих мира сего, руками министров, руками прокуроров, руками кого хоть, дорогие друзья. А все остальные, которые орут и кричат и по шоу ходят, это просто выскочки, которые хотят каким-то образом компенсировать свою ничтожность. Они нихрена не могут, не умеют, хотя будут светиться на экране для лохов, чтобы они подумали, знаете, не знаю, Мишпухин или Бусухин меня не интересуют, они вообще не интересуют, ни секунды. Так вот, вот так они и правят. Вот эти ведьмы дают людям то, что в веках остается. Теперь, дорогие мои друзья, это очень сильная работа, поэтому три ночи к ряду это делаете, пока воск не станет светлым, а он станет светлым в любом случае, даже если немножко потемнее будет, это не страшно, три ночи к ряду. Больше одного раза в месяц не рекомендую провести или хотя бы два раза, ладно, если очень прям сильно приспичит. Людям, которые хотя бы год проводили мои ритуалы, только им можно это провести, потому что их энергия привыкшая, понимаете, к этому всему. Дальше это вам поможет вытащить все, что на вас наведено, увидеть вашего врага, по крайней мере догадаться, кто это может быть, тот, который колдует, тот, который просто завидует или тот, который на вас доносит, короче, портит вам жизнь, пытается вам делать зло и этого человека нейтрализовать. Если вы с откупом, водкой, значит, шесть монет оставите под обычным деревом, это надо пересыпать в черную материю, кстати, то у вашего врага будут очень большие неприятности, увольнение, потеря дома, судебные тяжбы и так далее. Если вы оставите в могиле, у вашего врага могут начаться смертельные болезни, аварии, пожары, что угодно, вот что угодно, то и начнется. Так вот, уважаемые люди, дарю вам это. В этом году я очень много вам подарю. Я в этом году не могу остановиться, прям во мне какой-то невидимый энерджайзер включили, и я прям лечу вперед, как говорят, не видя берегов. Я, это от меня не зависит. Если бы это зависит от меня, я вообще схрапела, а я просто уже сутками, я уже второй день вообще не ем ничего и работаю, работаю. Мне нужно все это вам выдать, отдать. Мне очень много надо. Этот год очень плодотворный для меня и для вас в том числе, конечно. у нас еще две книги. В ближайшее время абсолютно новые выйдут. Мы хотим уже... Потом еще у нас есть очень много планов, одним словом, но все надо постепенно. Мы просто не успеваем издавать, если честно. Вот нам бы еще типографию поближе найти, такую хорошую, чтобы еще на одной типографии, но загруженность типографии большая, она не может нам столько выдать книг, не может, не способна. Можно коньяк вместо водки. Поэтому мы работаем. Кому срочно надо на русском языке, сами перепишите. Кому надо на других языках. Ой, я не знаю, кто там Мишутин, Мишпущин или Миклуха Маклай, меня не интересует. Как говорится, нас хорошо кормят при любом президенте и при любом премьере-министре. И как сказал товарищ Сталин, хорошего врача народ прокормит, а хорошую ведьму народ озолотит. И вот всякие Мишпущины придут и уйдут, а я как колдовала, так и буду колдовать. Мое колдовство от Мисущиных не зависит никак. Блядь, ну язык сломаешь. Мишпущин, как его зовут этого мужика? Да, как говорится, он царь земной, а я царь потусторонний. Так что, кто кого, дорогие друзья, поверьте мне, что сильный Мишулин, вот ты бляха-муха, Мишустин, да что вам вообще, с ума сошли? Сейчас я зайду специально посмотрю, аж, блин, позорно, спросят, кто премьер России, я даже не знаю, ни хрена. Я даже не заметила, когда Путин поменялся с Медведем, честное слово, я была настолько занята, что мне вообще было не до этого. Я перепутала, мне спрашивают, говорят, да вообще-то не Путин сейчас, это Медведев же вроде президент, я говорю, ё-ка ламанэ, а я забыла, кто кого заменил, когда, я не успела даже понять, представляете, и конец света все ждали, сидели, значит, уже припасы там купили люди, а я даже не знала, что конец света должен быть, оказывается. Я настолько много работаю, как вот, не то, что лошадь Пржевальского, и шаг Пржевальского, что мне, то есть, всё вот проходит мимо меня, я даже не знаю, оказывается, кризис был, оказывается, очень страшные вещи, народ ждал, катастрофу сидел, плакал, в ужасе волосы рвал. Вот, не зря же я говорю, да, вот, когда говорят, ой, у нас депрессия, у нас страхи, у нас это, я вот, у меня один самый хороший рецепт для того, чтобы вы не заметили ни депрессии, ни крахов, никаких там обвалов биржи, труда и так далее. Вот очень хороший рецепт, работать не пробовали? Вот вы когда работаете, поверьте мне, мимо вас проходят и кризисы, и бунты, и революции, и не знаю, что ещё там, и президенты, и новые министры, понимаете? И, значит, обвал рынка труда, и биржи разоряются, и всё это проходит мимо вас, а вы, потом вам говорят, ты что, не знала, что кризис-то был недавно? Я говорю, какой кризис? Да, ты что, блин, не с этой планеты? Я говорю, Юкломана, я вообще 500 лет телевизор не открывала. Какой кризис? Чего? Мне сказали, что уволили правительство, я после узнала, после, что правительство, оказывается, уволили. Ни хрена себе. Вы что, новости не смотрите? Понимаете? Вот если каждый человек на этой планете, Земля, будет делать всё, что от него зависит, для своей семьи, для своего дома, для своих родных, близких, для своей работы, то наш мир просто превратится в рай земной. А поскольку один работает, а миллионы сидят, там ждут конец света, то понятное дело, что, как говорится, на одном и на двух не продержишься, фундамент рухнет. Надо, чтобы много народу отдавало себя работе, тогда мир будет процветать. Итак, дорогие друзья, я пойду по делам своим, немного отдохну, мне надо сегодня обязательно выйти из дома, у меня очень много дел, очень много, вот, заставлю себя всё-таки сегодня выйти, потому что я уже, я уже схожу с ума, так тихо, и по чуть-чуть, как там, тихо, шифером шурша, едет крыша, не спеша. Вот. Значит так. Да надоели вы со своими ногами, задрали уже, ноги болели, жопа болела, вот это болело, заколебали, ей-богу. Сказано русским языком, чистка, она может немножко причинить боль перед тем, как очистить вас, а может и просто совпадение. Как вы уже задрали. Вот у меня жопа заболела после чистки, боже мой, трагедия, сейчас умру. Фу. Хватит, но реально. Когда вам делают операцию, после этого у вас что, нету боли, ничего вы не чувствуете, все хорошо у вас. Конечно, после операционной боли бывает, да, но вы же терпите этот дискомфорт ради хорошей жизни. То же самое. Да что вы какие шуганутые, ей-богу. Вот у меня ноги заболели, писец. У меня тоже ноги болят зимой, потому что там кровь не функционирует, она накапливается, начинает болеть, начинает неметь, это у всех так. О! писька не заболела, самое главное, после чисток. Вот это самое главное, остальное фигня. я помню советский фильм, когда она вышла замуж за безногого мужика, он вернулся с войны, и ей говорят, Леночка, ну у него же нет ног. Я думаю, что просто режиссер сделал акцент на духовность, но каждый же понял, по мере своей испорченности, она повернулась и говорит, бабоньки, ну в этом деле ноги не главные. Это была единственная сексуальная фраза в советском кино, эротика, понимаете? И за эту фразу, значит, все бежали в этот кинотеатр, посмотрите этот фильм. Вот то, что она сказала, бабоньки, тут дело в том, что ноги-то тут не главные. Ну, в принципе-то она правильно сказала, честно говоря. Но она имела в виду душу, душу, понимаете или нет? Она про душу сказала. А вы что подумали? Вот как всегда. Да? Все, дорогие мои друзья, и не другие. А те, которые вместе с этой толстой бабой ходили куда-то что-то закапывали, я хочу вам сказать только одно. Дуры вы, товарищи, дуры, как я погляжу. Потому что у вас нет мозгов. Вы даже не знаете, с какими силами вы играетесь. Вы реально долбанутые люди. И потом не удивляйтесь, что в вашей жизни вот начинается всякая хрень. Понимаете? Роза малая. Давай. По бездорожью. Все. А что им готовиться? Они уже давно готовы. Господи, вы не видите, что там у них нечем больше заняться. Ой. Да. Все, дорогие друзья, всем удачи. Пойду я все-таки уже уставшая. Да. Хотя еще много дел, но пойду. Всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует...